Салем до стар! Я этот бой не видел, соответственно, и вообще я буду впервые смотреть бои именно Артема Резникова, как представителя Казахстана, так что это для меня будет вообще очень интересный бой, не знаю, что это за атлет, как он двигается и так далее и тому подобное, поэтому долго не будем разговаривать и поскорее приступим к просмотру, но прежде чем мы приступим, Копрахмет за то, что подписываетесь на канал, за то, что остаетесь на канале. Кто еще не подписался, внизу кнопка, проходите, прожимайте и не забывайте включать колокольчик уведомлением, а мы приступаем. Кеттек! Итак, знакомьтесь! А я в сынем углу! Ему 28 лет, рост 172 см, вес 71,5 кг. Его профессиональный рекорд, 21 победа, 6 поражений и его стиль борьба. Довы и господа, из Салматы, Казахстан, Фотон Артем Резников! Блин, ну просто гора мышц. 25 лет, рост 172 см, вес 76,5 кг. Его активист 16 побед и только от 2 поражения. Мммм. Его стиль борьба. Довы и господа, из Красного, Россия! Приветствуйте! И услугу! Парс! Радик! Ну тоже, конечно же, в очень отличной физической форме. Но Артем, конечно, поздоровее выглядит. Но, как мы знаем и понимаем, это далеко не роляет. Круппу, клетку не хватает. Руки пожали. Удачи! По углам! Так, один борец, другой МММА, да? А что за гул в зале? Ууууу, все! Так, Артем, я так понимаю, поопытнее, да? За счет количества боев. А Юсуф Раисов, у него всего лишь одно поражение, то есть у Артема шесть. Но посмотрим, чем закончится этот бой. Попал, да? По корпусу, да, Артем работает? Хотя он борец, но в стойке тоже, да, стоит? Ну, как бы, понятное дело. Пошла борьба. Красиво было. Было красиво сейчас. Юсуф прессингует, да, и мы слышим, как зал за него болеет. Ну, понятно, да, это, по-моему, в России происходит соревнование. Все за россиянина. Но это естественно. О, какой удар мог бы получиться, но Артем на чеку. О, вот это обмен. Такой прям хороший обмен был. Опять, да? Вторая попытка не удалась в партер перевести. ММА же там смешанная, да? И стойка, и борьба, все. Ну, в принципе, и Артем, хотя он борец, да? По профилю. А в стойке тоже стоит неплохо. У-у-у. Такой шальной удар, да? Мог бы получиться. Блин, я поражаюсь. Сколько Артем весит? Я вот упустил этот момент. Ну, по-любому, да, наверное, больше 110 килограмм. И как он двигается с таким весом. Прямо это... Ну, пока это первый раунд, да, потом эта груда мышц может сказаться, как бы, на общей усталости. Мышцам нужен кислород. Особенно таким огромным мышцам. Ну, посмотрим. Ничего не знаю про этот бой. Сколько раундов. Как все будет происходить. Двоечка в корпус, да, была такая? От Раисова. Такой прям выцеливает, да, Раисов? Прямо вот, прям выцеливает. Как будто заряжен на такой... У-у-у. Как поймал, да, Резников? То есть, как бы, когда какая-то... Заминка была у Раисова. Это что сейчас было? А, это ложный проход в ноги, да, был сейчас? Блин, интересно, интересно. Ребят, вот ничего особо не происходит, да? Как бы, но прям интересно смотреть. Никаких таких прям... Не, удары, конечно, красивые, интересные, но... Они не приводят к желаемому результату со стороны... Того, кто нападает. У-у-у. Сейчас на противоходе, да, поймал немножко? Раисов, а как он ногами работает? 10 секунд. Ого-у-у. Блин. Не, ну это красиво. Блин, вот сейчас... Вот сейчас круто было. Ребят, что мне вот сейчас понравилось, да, то, что... Они слышали, что отсчет 10 секунд, да? Раисов провел какой-то невероятный прием. Ну, все мимо, но было красиво. И они уже такие просто, как бы, оба поняли без слов, что... Все, идем отдыхать. Впереди еще столько раундов, и никто не хочет друг другу уступать. Все плюс-минус, как сказать, равные по уровню два соперника. То есть, нет такого, чтобы один был явно, как сказать... Типа, у него было преимущество в технике или еще в чем-либо. То есть, они прям вот два, как бы... Ну, так, если так можно сказать, два одинаковых бойца, я совсем уж так примитивно говорю. И они прям, как бы, поняли друг другу без слов. Все, идем отдыхать еще до финального... До финальной сирены первого раунда. Блин, ну вот это вот... Мне такие моменты вообще нравятся. Как и проявление уважения друг к другу. Ну, вообще, ну... Красавцы. Не, ну, конечно, у Раисова... Арсенал приемов такой неплохой, да? И под конец он прям их начал выкидывать, эти фишки свои. Вот этот вот последний удар, да? Который не получился. Я вообще его впервые вижу. Я такой никогда не видел. Вот сколько я таких боев смотрел в формате реакции, такого я не видел еще. Сейчас, я думаю, нам покажут. Короче, я так понимаю, Артем понял, да, что у него... Вот он, вот он момент, да? Ложный. Ложный, ложный. Короче, я понял, то, что Артем пони... Артем пришел к выводу, что в партер не получается у него пройти, и поэтому он, ну, как бы остался в стойке до конца первого раунда. Не знаю, что покажет нам второй раунд. Какую тактику изберут каждый. Не, ну, наверное, Артем все-таки будет пытаться в ноги пройти, да! Сейчас он... Охренеть, как это было красиво, ребята! Вот это да! Это что такое сейчас было? Да вообще, это просто что-то невероятное! Ну, это красиво было! Просто красиво, технично! Ну все, пошли в партере, да? Артем за счет своей мощи просто давит! Он просто тяжелее, я не знаю, килограмм на 15 минимум! Вот это был бросок! Но он просто лежит на нем! Вес, вес! Вот преимущество веса! Отлично, Тёма! Отлично, Тёма! Отлично, Тёма! Тёма, Тёма! Он... Он... Ууууу! Попал! Да, сейчас попал! Не пу... Вышел! Ничего себе! Встал! Вот это да! Ну, что ты скажешь, ребят? Считай, Артем на нем висел всем своим весом, и он встал. Тут, наверное, сказывается упражнение в становой тяги, да? Что-нибудь типа того. Если я не прав, ребят, поправьте. Считай, Артема вес. Раисов поднял ногами. Плюс в диком неудобном положении. Все пропускает. Раисов пропускает. Но... но вроде бы не потерялся вообще, да? Не на секунду. Блин, оба красавцы. Оба вообще супер техничные парни. А все равно, да? Раисов первым номером работает. Мимо, мимо, мимо. Вернее, не мимо, а не достает. Раисов попадает. Артем, да? Заметили? Периодически прямо попадает. Еще попал. Невероятно интересный бой, ребят. Невероятно интересный. Корпус пробил. Такой обмен. Обмен ударами был. Неплохой обмен ударами был. Неужели все решится во втором раунде? Нет. Судя по времени, нет. Такой немножечко темп. Как будто бы немножко темп упал, но, понятное дело, да, ребята? Подустали. После такого начала второго раунда. Артем тоже, да? Так вроде бы немножко решил попридержать коней, что называется. Что-то я не понял, попал или нет. Может быть в защиту... О-о-о-о. Юсуфов решил, да? В ноги пройти. Юсуф, то есть, простите. Попал, да, немножко, но так не сильно. Артем. Лоу. Ну, такие ждут конца. Хотя, не, никто ничего не ждет. Вот сейчас уже все понимает, что конец раунда надо отдыхать. Нет, 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 нет. Ха-ха-ха. Блин, ребята. Вот это раунд был. Здесь, даже я не могу сказать, за кем преимущество в этом раунде. То есть, Артем, начало шикарное, а потом как будто бы за Юсуфом раунд, то есть, как сказать, взял инициативу в свои руки, да, что называется? Как он его взял? Таким всем весом. Не, ну, в принципе, Артем, по ходу, первой половины раунда еще и попадал. Поэтому я тут прям, ребята, даже не берусь как бы предположить, за кем этот раунд был. Как будто бы на равных был. Несмотря на этот бросок, ну, может быть, только за небольшим преимуществом к Артему второй раунд все-таки. Блин, третий раунд, а они еще такие более-менее свежие, ребят. Сколько же в них выносливости, ё-моё, блин. В чем-то подобное, как эти два боя тоже. Большая пасть, два раунд спорта до сих пор. Очень близко, Брайан. Вы чувствуете, что мусиперы не хотят сгибать слишком много, и вы получите их вверх. Но, что я и говорил, что мы не видели традиционные... Оооо, большие удары от Резда Комен. Коментирован Курс, опять был такой некий бросок, я так понимаю. Не просто уронил, а именно как-то бросил, да? Поднять его хочет. Ага, не получается, да? У-у-у-у. Юсуф работает из положения лежа. Сидя. Просто... Артем своим весом просто не оставляет никаких вариантов выбраться. Локти, да, у Юсуфа пошли? Эта тела подборка, да? О-у-у-у, как он его схватил, да? Опять встал, опять Юсуф встал! Поехали! через себя. Ага. Вот это да. Неожиданный прием. Вернее, уход из захвата. Блин, ребята, спасибо тем, кто посоветовал мне посмотреть этот бой. Невероятно. Я просто сижу весь в напряжении. Ну все-таки решили, да? В стойке поработать. Артем понял, что бесполезно в партере. Лучше в стойке. Ребята, кто впервые смотрит этот бой? Напишите, за кем преимущество. Только объективно, если объективно. Вне зависимости от страны, там, Казахстан, Россия. Вот объективно. Я не могу сказать. Прямо реально, как будто бы на равных идут. Но у меня такое дилетантское мнение, конечно. Может быть меня кто-то будет смотреть, какой-то там спортсмен или кто-то в зале тренируется. Но темп спал, да? Понятно дело. Больше как бы отдыхают. Заряжены. Обмен. Попал, да? Попал. Артем попал сейчас. Как он в стойке работает, да? Несмотря на то, что он борец. Как было заявлено в начале этого видео. Обманочки, обманочки. В начале зал кричал Юсуф, Юсуф. Сейчас зал не кричит. Все уже понимают, да? Что прямо реально на равных, ребята, на равных. Сорок секунд кричал. Ууууу. Технично, технично. Но Юсуф не упускает возможности, да? И как бы работает, тем самым зарабатывая себе очки. А головой можно, как будто бы Артем лбом бил. Или это так показалось мне? Что происходит, ребят? Что происходит? Откуда у них столько сил и энергии, ребят? Красава, красава. Так. А, ну три раунда же, три раунда. Батыр, Батыр, да? Ну, сейчас посмотрим, что судьи скажут. В углу у Юсуфа особо не радуются, да, ребят? Как у Артема. Эх, вот этот удар, да, не попал по цели. Это что такое было? Аперкот, да? Сколько он бесит? Артем, так легко его нес, тоже, походу, тренер или кто это был? Юсуф переживает, да, как бы, наверное, понимает, что, возможно, не в его пользу будет решение. Ну, давайте уже оглашайте результат. Давайте, ребята, вот прямо сейчас поставьте на паузу, напишите, кто, по-вашему, победил. Я, конечно же, обращаюсь к тем, кто смотрит этот бой впервые. Эээ, а чё, где результат? Давайте, вот эти заставки? Дамы и господа, по завершении соклавного боя, мы имеем раздельное решение соклавного боя. Ага, раздельное. Итак, победа. Это чё сейчас за херня была? Это что за такое видео, ребята? Ну, так нельзя делать. Так же нельзя делать. Раз уж нам не показали, я скажу, кто победил. Победил Артём Резников. Но почему нам не показали вот именно этого момента, как оглашение? Это же вот, это же делал тот, кто выкладывает видео у себя на канале. DSD MMA. Ребят, при всём уважении, дизлайк влеплю. И главное, в описании нигде не написано, что победил Артём Резников. Вот в описании под этим видео не написано. Я только по комментариям понял. Бойцы вообще, безусловно, невероятные. Оба просто машина, блин. Но вот это видео, как так? Зачем это? Блин, ну прям вот всё настроение моментально упало, несмотря на такой крутой бой. Ну короче, в этом бою победил Артём Резников. Всё, вот. Ему подняли руку, он, скорее всего, радовался, бегал с флагом. Но мы этого не увидели. Может быть, кто-то и видел это, конечно, кто смотрел бой. Я вот этого не увидел. Так на это надеялся. На самом, как говорится, интересном месте, да, как в том мультике. Кот-то этот жирный. Ну вы, кто постарше, кто знает. Да, конечно. Ну ладно, всё, давайте отметём в стороны эти, как бы, такие грустные моменты, эмоции по поводу самого боя. Просто вообще вышка. Супер техничный бой. Броски у Артёма, вот эти вот, в начале второго раунда, да, бросок, когда он просто поднял Юсуфа. Какой-то там сделал подножку или подсечку, я так и не понял. И просто всем весом на спину ему упало, это было вообще невероятно. У Юсуфа в конце первого раунда какой-то такой супер приём был. Я не знаю, первый раз его вообще видел, но он у него, ну, не попал по цели, да, не получилось. Артём вовремя прочитал этот момент и в сторону, как бы, отскочил. Оба супер техничные, здоровые. И самое главное, особенно Артём, да, при такой массе тела до конца третьего раунда он, как бы, стоял в стойке с поднятыми руками. У него не было такого, что там он просто, как бы, от бессилия у него руки там болтались за счёт своего веса. Не, нифига, так же стоял и в конце, вот, когда они лежали уже последние, там, сколько, 10-15 секунд третьего раунда, они просто оба рубились, насколько хватало силы и позволяла та или иная позиция, да, в зависимости от того, кто был сверху и снизу. Просто вообще невероятно. Вот, ребят, ещё раз хотел бы сказать, теперь отдельно, спасибо тому человеку, кто мне в комментариях, а это было на стриме, в чате написали, обязательно посмотри этот бой. Просто вообще ни секунды не пожалел, каждую секунду смотрел и наслаждался. Странно, что я до этого не смотрел Артёма Резникова и конкретно вот этот бой, он в 2020 году, ну, как бы, прошёл, да, сколько уже прошло, год с чем-то. И в комментариях никто не советовал, и это очень странно. Может быть и советовали, я комментариев тысячи, десятки тысяч, возможно, пропустил, но не было такого, чтобы поголовно советовали посмотреть этого бойца и, в принципе, этот бой. А бой действительно очень шикарный и интересный. Так, ребята, ладно, по этому видео у меня всё. Спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу моих комментариев по ходу этого боя, по поводу здесь увиденного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и включайте колокольчик уведомления, ребята. И кто уже подписан, перепроверьте свою подписку, потому что Ютуб в последнее время что-то с ним происходит, он как бы отписывает людей по непонятным причинам, непонятным никому причинам. Так что, ребята, пожалуйста, перепроверьте подписку на канал. Так, ну всё по этому видео. Давайте, ребята, жаксы!